Всем привет дорогие мои друзья и зрители канала! И сегодня на рыборазводе наступила пятница, а это значит, что пришло время очередной еженедельной подмены. Подмены я делаю каждую пятницу абсолютно во всех аквариумах. И сегодня я вам об этом и расскажу, и конечно это покажу. Покажу сколько я подмениваю, как долго это я делаю, чем я это делаю. Но этот ролик конечно будет немного длинным, но зато очень-очень интересным. Начнем пожалуй с подготовки воды. Подготавливаю я ее обычно в четверг вечером, но так как сейчас у меня пятница и каникулы, которые уже заканчиваются, я подготавливал воду сегодня с самого утра. И вот уже накопил около 45 литров. Вот тут почти полная бочка и этих 45 литров мне хватит приблизительно на подмену в этих четырех аквариумах. Но по тому, пока я буду это все подменивать, потихоньку будет вода накапливаться вот в этом и в другом угольном фильтре. И потихоньку я буду эту воду сливать в те бочки. И тем самым, пока я буду делать подмену, допустим, в этих аквариумах, я еще сумею накопить литров 20 воды. Через такие вот фильтры я это все фильтрую. Обычный угольный фильтр. Костит у меня, говорит, наверное, 2 или 3 раза в месяц. Так как воды, естественно, много проходит. За неделю через этот фильтр, наверное, около 200 литров воды проходит за неделю через этот фильтр. Этих фильтров у меня 2. Так что, в принципе, такую вот 20-литровую бочку я наполняю где-то, наверное, за час, может быть, за час 20. Но из-за того, что в эти фильтры можно вливать только холодную воду, естественно, холодную воду в аквариум не вальешь. Поэтому я сюда ставлю 300-ваттный обогреватель, который здесь вот нагревает уже потихонечку воду. Потом я беру и просто переставляю в следующую бочку. И по мере нагревания я эту воду использую. Пока эту воду я использую, в этой бочке вода нагревается. Так что давайте уже от слов перейдем к делу. И покажу вам, как я быстро делаю подмены воды в этих двух 35-литровых аквариумах. В качестве емкости для слива воды я буду использовать такое вот пластиковое ведро. Не буду использовать, как раньше, бочку, потому что бочка не очень ровная, большая, неудобные там ручки. Здесь же пластик достаточно крочный, ручка удобная и удобно выливать все это в канализацию. Ничего не расплескивается, ничего никуда не проливается. Поэтому я обычно ставлю ведро на пол. И с помощью такого вот длинного сифона я, получается, и начинаю сифонить грунт в этих аквариумах. Мы сифоним здесь крайне редко, потому что здесь, как видите, рыбок немного, растений тут много. Они всю тарганьку употребляют. И, в принципе, грунт здесь я сифоню, наверное, раз в месяц, а может быть даже и реже. Поэтому я просто поднимаю крышки в этих двух аквариумах и просто начинаю сливать отсюда воду. Сливил я в общей сложности с этих двух аквариумов 15 литров воды. Однако опять такая проблема у меня уже преследует около месяца. То здесь воды больше, то здесь больше, то здесь меньше, то здесь меньше. В общем, постоянно почему-то разное количество воды я сливаю. Никогда не могу уследить за тем, чтобы в ведро попало одинаковое количество воды с этих двух аквариумов. Ну а сейчас я отсоединяю аэролифты. Снимаю у них наконечник. Его оставляю просто в аквариуме. Дальше снимаю губку. Немного выжимаю, чтобы вода на пол не попала. И плюху её в ведро. Это пока ставлю сюда. Да. И то же самое делаю с вторым аэролифтом. Их я очищу не часто, потому что здесь рыбок не так уж и много. Большую часть я недавно убрал из этого аквариума губки. Поэтому сейчас вот чищу эту губку раз где-то в 2-3 недели. Потому что вот даже посмотреть сейчас на её забитость, видно то, что она быстро довольно разжимается. И много грязи особо она не даёт. Так что давайте проверим. Сейчас почищу две губки. Посмотрим, насколько будет грязная здесь вода. Вот такого результата я достиг, промыв две губки из двух 35-литровых аквариумов. И как видите, даже кот говорит, что вода не очень-то и грязная. Потому что бывало и грязнее. Вот я опускаю руку на дно, её конечно, наверное, практически не видно. Но вот на центр опускаю, ещё более-менее видно. Вода, конечно, грязная. Но это ещё не предел. Ближе к концу ролика я вам покажу максимально самую грязную воду, которую я получу от аквариума объёмом 85 литров. Ну что ж, а теперь я буду заливать в эти два аквариума 15 литров воды. Почистил я стенки в этих аквариумах. Устанавливал уже аэрлифт на своё место. И теперь буду заливать 15 литров воды, уже чистой, профильтрованной, в том же самом ведре. Потому что это ведро действительно очень удобное. Оно не тяжёлое, не как 20 литровая бочка. И оно вот так удобно цепляется своим краем из-за края аквариума. И, конечно, ни одна капля воды из-за этого края не пройдётся никуда. Поэтому сейчас вот так вот удобно беру и переливаю остатки этой воды в следующий аквариум. Всего у меня подмена в этих двух аквариумах заняла около часа. Но обычно занимает в два раза меньше, потому что сейчас я всё-таки снимаю и одновременно подмениваю воду. Я нажму камеру, поэтому времени это всё занимает в два раза больше. Вот так я всё залил, немного могу поправить растения некоторые, и всё, в принципе, всё готово. Здесь уже пора ладая стричь, но этого я делать не буду, потому что здесь ещё немного она подрастёт, и я её полностью всё продам. Ну, а что же, теперь переходим на подмену в нижних аквариумах. Ну, а в этом аквариуме подмену я делаю также сифоном. Несмотря на то, что этот аквариум стоит на полу, как и следующие два, всё равно здесь можно кое-где посифонить грунтом, но не, конечно, очень качественно, но это мне, в принципе, не надо. Здесь рыбок хоть и много, но они все маленькие, и тем более буквально через 2-3 недели этот аквариум поднимется на стеллаж, который я уже начал изготавливать. Поэтому сейчас я тут, как обычно, снимаю эту крышку. Здесь светильника нету, потому что здесь светильник сгорел. Здесь, в принципе, растений немного, я их подсвечиваю так, где-то 6-8 часов в день по вечера. Ставлю этот светильник от соседнего аквариума. И, как видите, этого света, в принципе, уже хватает. Далее я лезу туда, отключаю из розетки помпу, и сразу снимаю с этого фильтра губку, потому что она здесь очень грязная. Представляете, здесь около трех сотен цитрусов, еще 20 даньев, и, естественно, здесь за неделю губка полностью забивается. Сейчас нужно еще встряхнуть с нее креветок, обязательно, потому что на ней еще креветки сидят в большом количестве. Еще рыбка какая-то погибла прямо в этой губке. Видимо, Данюшка не пережила транспортировку, и погибла. В общем, такая вот губка. Может быть, не видно, что она грязная. Но вот, видите, слегка подпаду, слил воду с губки в аквариум, уже мутная вода. А если эту губку сжать хорошенько, то, видите, она плохо очень разжимается, то есть не очень быстро. Все потому, что рыбы в аквариуме много. Поэтому, в общем, я как обычно беру, и вот так начинаю подкачивать грушей воду и немного начинаю сифонить в грунт. Конечно, когда будет этот аквариум уже на стеллаже, будет не все удобнее делать и проще. Ну, а сейчас пока что так вот слегка, аккуратно, чтобы не задеть стомиков, креветок и прочую жирность, я буду так аккуратно проходиться с сифоном и сифонить здесь в грунт. Вот, слил около 10 литров воды с данного аквариума. К сожалению, я здесь не подменил воду уже около двух недель. В прошлый раз здесь как раз поплыли мальки, и я упустил момент подмены. Но вот сейчас, видите, слил воду. Видно то, что она какая желтая, мутная, грязная, сколько грязи на дне. Но еще больше грязи в этой губке. Посмотрите, уже видно, тут какой-то труп Даню погибший. И, конечно, мусора здесь много. Вот буквально сейчас вот так вот пожму. Видно, газы какие-то выходят. Это, конечно, не предел. Сейчас в первом ведре промою хорошенько эту губку. И далее мне придется даже наливать в это ведро воду из-под крана. Я так очень часто стал в последнее время делать, потому что нереально всего лишь в 10 литрах воды промыть такую грязную губку до чистого состояния. Поэтому я обычно беру, промываю в одном ведре с окорной водой губку. Потом беру либо просто в ванную, ухожу промываю эту губку в ванной, либо, чтобы не засорить в ванную, я промываю эту губку снова в ведре, но уже с водой из-под крана. Поэтому сейчас промою в этом ведре, уже видно вода, вот, насколько мутно, это еще не предел. И сейчас еще во втором ведре губку промою, и тогда уже просто буду заливать сюда воду. Стенки я здесь не чищу, еще раз повторюсь. Все потому, что здесь есть самы, и для них слизь на стенках это дополнительная подкормка. Так что у всех, у кого есть мальки анцитрусов, советую стенки не чистить. Для мальков это как раз лишний раз повод лакомиться питательной слизью и водорослями. Впервые за две недели я привел этот аквариум в порядок, почистил грунт и почистил фильтр. Теперь губка стала более-менее чистой, поток воды, как видите, просто замечательный. И, как видите, это уже второе ведро. Получается, первое ведро было с аквариумной водой, а второе ведро было с водой из-под крана. Я почему-то, когда наливаю воду из-под крана, некоторый мусор такую пленку образует на поверхности. Думаю, видно, как вот такая пленка расходится по поверхности в виде такого мусора. В общем, все это также уйдет в канализацию, и вместе с этой водой и с веточками от вот этой вот роталы хра уйдет еще и пистя в мусорку. Некоторые кустики я отсюда уберу. Хоть они и хорошие, но их здесь слишком много. И я здесь оставлю только лучшие из лучших кустиков, а какие-то, возможно, какие-то подгоревшие. Не знаю, убирать этот кустик большой или нет, но, скорее всего, каких-то деток, которые вот такие какие-то помятые, либо какие-то слишком маленькие, я просто повыкидываю, и тем самым освобожу место на поверхности воды данного аквариума. Ну а далее все по списку, подмениваю воду, и, конечно, подстригу химиантус микроэнтемоидес. Ну а в этом аквариуме я уже сделал подмену воды, почистил стенки и почистил фильтр, и пришло время немного подстричь химиантус микроэнтемоидес. Это я делаю раз в 2-3 недельки, когда некоторые веточки слегка перерастают в другие. То есть, видите, здесь есть единая высота, а некоторые ветки превышают эту длину, поэтому я вот так беру их аккуратно и подстригаю. Вот видите, какие тут ветки вот эти вот очень-очень длинные и высокие, поэтому я их вот так беру и аккуратно подстригаю. Потом они будут еще гуще. Эти маленькие веточки я либо выкидываю, если они прям совсем короткие, буквально сантиметр или даже меньше, и если они больше сантиметра, то я их вновь сажаю, но не в этом аквариуме, а уже в каком-то другом. Поэтому сейчас так вот аккуратно подстригу. В принципе, все уже видно здесь идеально, почти идеально ровная поверхность, и в принципе, все готово для того, чтобы перейти уже на следующий аквариум. Почистил аквариум с карасем, барбусами и анцитрусами, и снова вода получилась такой вот очень-очень грязной. Но я вам хочу показать сейчас не воду, а сам аквариум. Как видите, он довольно сильно изменился за последнее время. Последний раз я его показывал, наверное, около месяца назад, и как видите, за месяц он изменился. Добавил такую вот прекрасную декорацию вместо прошлой какой-то керамической головы. Также добавил очень много искусственных растений, которые мне подарили еще в декабре прошлого года, вместе с аквариумом объемом 75 литров, который у меня до сих пор стоит под кроватью. Я его достану тогда, когда здесь уже вот встанет стеллаж, и аквариумом будет стоять тот на второй полке. Ну а в этом аквариуме пока что все еще плавает карасик, барбусы и анцитрусы. Кстати, по поводу барбусов, пытался я их нерести, даже прямо сейчас сидит две пары у меня на нересте. Однако, смотрю, и здесь вроде бы все самки, и в нерестовиках также вроде бы все самки. Если это не так, то напишите в комментариях, кто из этих рыбок вообще самец. Мне кажется, что это все вот эти вот пять барбусов, которые сейчас плавают здесь, самки, и четыре барбуса, которые сейчас плавают в нерестовике, также самки. Кстати, по поводу карасика, карасику скоро будет уже два года, как он у меня живет, и за это время он подрос где-то, наверное, раза в два, так точно. Брал я его буквально вот таким вот, а сейчас реально карась, так, карась плавает в два раза больше барбусов, а может быть даже в два с половиной. В общем, не будем их тревожить, они обычно живут в темноте, свет я поставил сюда впервые за месяц специально для видеоролика, ну, как видите, все эти аквариумы я почистил, и также два наверху, и это у меня заняло около двух с половиной часов, и также я потратил на это около сорока пяти литров воды. Ну, а сейчас переходим уже на два больших аквариума. Субтитры сделал DimaTorzok Только что вы могли видеть ускоренную съемку чистки данного аквариума, и всего я потратил на чистку данного аквариума около 10 минут, и столько же потратил на чистку и этого аквариума объемом 120 литров. Здесь я также свил 15 литров воды, заменил ее на свежую, почистил губку, и совсем немного просифонил грунт у апанагетона живородящего. Так, видите, вода уже очистилась, ментоподмена прошла около 10 или 15 минут, и, в принципе, вода чистая, растения уже все пузыряют, выделяют активный кислород после подмены водички. Но у меня остался последний аквариум, это данный аквариум объемом 85 литров, в котором остановилась полностью фильтрация. Сейчас подниму крышку, вы в этом вместе со мной убедитесь. Здесь вообще плавает очень много рыбок, очень много и гуппи, как видите, и данио, и меченосы есть, даже петушок, и, естественно, куча таких вот анцитрусов. Освещение здесь плохое, поэтому качество съемки оставляет желать лучшего. В общем, суммарно здесь вместе с самыми около 300 рыбок, может быть, даже чуть-чуть побольше. И, естественно, из-за этого губка очень часто забивается. Буквально я ее вчера не чистил. Обычно я чищу эту губку каждый день. И вот видите, поток воды практически... Ну, вот такой вот поток воды идет. Естественно, ни о каком даже воздухе и речи быть не может. Я откручиваю максимально, вот на максимум, вот я выкручиваю, вот даже могу вынуть этот клопачок. Вот еле-еле воздух как-то пробивается, но потока воды практически нет. Однако стоит вынуть чуть-чуть губку. И вот видите, сразу как пошел воздух. То есть губка очень сильно была забита, очень много было в ней мусора. И давайте заодно здесь мы просифоним грунт и посмотрим, какой же здесь он грязный, такой же он грязный, как эта губка. Сразу скажу, то что здесь я грунт не сифонил очень-очень долго, наверное, около двух или трех месяцев. А вы понимаете, что здесь большое количество самого большого количества рыбок, растений. И естественно, грунт здесь настолько застоялся, что если поднять корягу, то видно, какие идут огромные пузыри. И вот если даже просто пошевелить сифоном, посмотрите, боже, что происходит. Это одни пузыри, не знаю, почему это происходит. Но вот видите, опускаю сифон, очень много идет сразу каких-то газов. Давайте сейчас опустим шланг, губка уже в ведре находится. Немного подкачаем водичку. И начнем здесь сифонить. Сифонить грунт, по крайней мере, пытаться это делать. Конечно, газы, наверное, будут это мешать делать. Хотя, может быть, и наоборот, с ними быстрее будет уходить эта грязная вода. Но вот грунт, не сказал бы я, что за три месяца как-то сильно он загрязнился. Но видно, боже, сколько здесь газов. Никогда такого у меня не было. Но вот, особенно возле криптохарена и муть есть. И также газы присутствуют. Сейчас я постараюсь просифонить грунт по большой площади. Однако из-за кряги это сделать мне не удастся. Прямо сейчас сифон переставлять. Но вот так потихонечку. Может быть, даже здесь не одно ведро сварю, потому что воды я накопил около 40 литров для этого аквариума. Поэтому сейчас остальное, наверное, даже два ведра воды. И заодно хорошо просифоню грунт и удалю из него эти странные пузыри, которые непонятно, почему здесь начали образовываться. Вроде бы их здесь никогда даже и не было. Но в те времена, пока я сифоню, уже в ведре такая вода, хотя губку я даже и не начинал промывать. Слил я первые 10 литров воды. Посмотрите, какого качества здесь губка, она вся в мусоре. Какого качества здесь вода в ведре. Так что, думаю, нет смысла даже в этом ведре промывать губку, потому что она просто не промоется здесь. Здесь и так вода очень-очень мутная. Поэтому, может быть, сейчас чуть-чуть её здесь промой. Просто пойду сейчас в ванную и под краном я её и буду промывать. Наверное, последние недели-две я так с ней делаю, потому что нереально даже в двух, в трёх или в пяти ведрах её промыть. Она очень-очень грязная. Выбирает в себя очень много мути. Из-за того, что сумки как раз по грунту ползают, собирают всю эту муть, поднимают её. Но сейчас я грунт в просифоне ещё и второе ведро солью, и в просифоне грунт. Так что, думаю, грязи будет поменьше в грунте после этого. И губка будет забиваться пореже. Мне не придётся её чистить каждый день, как это я делаю сейчас. И вот я закончил чистку всех аквариумов на рыборазводне. Это заняло у меня около пяти с половиной часов. То есть, если я начал в пол седьмого, то сейчас уже даже немного за полночь время ушло. Так что, такие вот результаты. Почистил последний аквариум. Он был одним не из лёгких, потому что тут надо было и просифонить грунт. Тут было много пузырей. Теперь грунт чистый. Надо было, естественно, почистить стенки. Особенно переднюю от ксенококуса. Также я почистил и помпу. Теперь видите, какой поток большой бьёт в переднее стекло. Кстати, кто-то спросит, почему помпу поставил именно к задней стенке, а не к боковой, как было раньше. Всё потому, что здесь у меня, как видите, большое количество пистии. И, естественно, её эта помпа просто своим потоком топит. Пистия взбивается в тот угол, начинает тянуть, гниёт, и это очень-очень плохо сказывается на качестве воды. Поэтому я даже помпу поставил вот так на заднюю стенку и даже поставил такую проволочку небольшую это ограничитель, чтобы пистия просто не заплывала за этот ограничитель, чтобы она здесь уже не подбивалась и не тонула, потому что, когда не было этой проволоки, она заплывала сюда, и здесь пистия просто вот как-то крутилась-вертилась, тонула, гнила и, в общем, портила воду своими листьями и гниющими корнями. Теперь, как видите, здесь тишь да гладь, а здесь идёт поток и ничего не топит. К сожалению, из-за того, что я сифону на грунт близко к криптокарине пантедреволистой, я повредил две детки, видите, криптокарина размножается усами, это отлично видно вот по этой палочке, также вот там вдалеке видно уже новые усы, в общем, увидел я за всё это время два кустика маленьких, которые вот только-только пробились, вот кустик, и там вот дальние стенки вот этот вот молодой кустик пробился. Сегодня сейчас 12 деток, одну детку недавно отсюда отсадил, потому что случайно её также повредил, в общем, этот маточный куст дал за где-то месяцев 5 мне уже 13 деток, две детки, к сожалению, я только что повредил, сифоном просто их перебил, и ещё вроде бы две детки наклёвываются у этого кустика и у кустика у дальней стенки, так что эта криптокарина сначала медленно размножалась, сейчас же она начала размножаться очень-очень быстро, и думаю, если я продам быстро пистю, либо просто выкину, естественно, будет больше света, продам ещё и ладею и роголистник через 2 недели, то есть будет ей очень-очень много места, света, и думаю, она здесь будет расти просто с неимоверной скоростью, кстати, видите, здесь сейчас аж 4 светильника работает, то есть 2 дополнительные лампы я поставил, потому что без этих ламп вы просто здесь ничего не увидели, а так, всё, на сегодня уже всё закончено, уже время почти пол первого, сейчас быстро смонтирую ролик и выложу на канал, так что, кому видео понравилось, ставьте лайки, также не забывайте переходить по ссылочкам в описании в группу ВКонтакте, там есть много чего интересного, и, конечно, кому интересно, переходите на мой канал в Яндекс.Дзине, там уже как неделю выходят интересные ролики, которые я снимал 3, 2 и год назад, конечно, кто не смотрел, посмотрите, кто смотрел, можете просто посмотреть и вспомнить, что же я там такого снимал 2 или 3 года назад, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok